Привет, друзья, с вами Ваймс, и я продолжаю играть в Теларис. Я пару дней, ну, в общем, пару дней прошел с того момента, когда я записал предыдущее видео, так что я на 100% не помню, что именно в прошлом видео, на чем я закончил. Я помню, что я строил добывающую станцию, я ее все еще строю, она почти достроена. И, судя по этому, где-то была какая-то... А, да-да-да, я... А, я побеждал культистов этих, окей. Понятно. Но давайте разбираться, что у меня происходит на планетах и что я могу дальше делать. Я сниму игру с паузой, естественно, у меня сейчас достроится добывающая станция, и я буду получать больше ресурсов. Сейчас у меня 8 за месяц. Как только она достроится, у меня станет 10... Нет, 11 за месяц должно стать. И у меня завершился какой-то особый проект, да. Тенки — это космические вот эти вот киты, которые ничего не делают. Они не агрессивные, я как бы с ними тоже ничего не могу сделать. Если я на них нападу, то вроде там что-то изменится, в том плане, что они будут... Они станут агрессивными, и, возможно, я смогу что-то с них получить, но хрен их знает. Я, пожалуй, не буду. Тут есть еще одна планета. Окей. Завершено строительство добывающей станции. Понятно. Аномалия. Атмосферная аномалия. Показания, полученные из атмосферы планеты... Что-то там, 7, не соответствуют с моделированным прогнозом. Я могу ее исследовать. У меня есть риск неудачи в 10%, потому что, ну, это зависит от уровня ученого, от его статов, от его особых свойств, признаков. Он заботливый в данном случае. Я не уверен, что как-то это влияет или нет. И от уровня аномалии. Я могу заменить ученого, но у другого ученого, которого я могу здесь выбрать, у него еще хуже. Еще хуже все. На самом деле, я могу сделать хитрее. Я могу открыть... Не контакты, а открыть империю. И заменить ученого на любого из этих. Потому что, на самом деле, если я выберу научный корабль, я могу кликнуть на этого ученого и поменять его на любого другого. И это происходит мгновенно, по-моему. Или почти мгновенно, может, там, пару дней тратить. То есть ему не нужно лететь куда-то там на мою планету и потом возвращаться и так далее. Но в любом случае, это самый мой продвинутый ученый. И у него как раз заботливо это минус 10% риска неудачи. Я аномалию, конечно, уже закрыл, но я могу ее, по-моему, да, вот так вот открыть. Или я мог бы на нее так кликнуть. Если случится неудача, там есть пара вариантов. Есть просто обычная неудача, когда я просто не получу ничего из этого. И есть критическая неудача, когда я могу потерять корабль с ученым или самого ученого, и корабль останется пустым или еще что-нибудь подобное. Но 10% это нормальный риск, так что я начну. И теперь, да, у меня 11 за месяц ресурсов прибавляется. Я все системы осмотрел, которые есть поблизости, правильно? Нет, я еще... А, я чиню флот, да. Поэтому я их не все осмотрел. У меня есть вот этот вот еще. Да, еще этот корвет у меня есть. Я могу его поотправлять по разным другим местам. Там я был. Там я не был везде. Те системы, в которых я вообще... Как бы... Те системы, в которых я не был... Да, здесь я был. Или нет? Стоп. Нет, здесь я точно был, я имею в виду. Я не уверен... Да. А, нет, все понятно, да. Эти системы, я, может быть, в ней и не был, но я знаю, что там есть, потому что она была в моей дальности сенсоров, потому что мои корабли рядом были. Те системы, которые не были вообще в дальности моих сенсоров, они... у них нет названия. То есть у этих вот системы можете увидеть, что у них нет названия, у них звезда сама таким серым помечена и так далее. У этой системы звезда не серым помечена, но я тоже... у нее тоже нет названия, потому что... Хрен его знает. Потому что эти звезды, они в тумане войны, как бы, то есть в такой вот серой неисследованной вообще области. А вот здесь вот зеленая область, это как бы где я был, но не совсем это рядом с теми местами, где я был. Я на 100% не уверен, как все это работает. Но в любом случае, системы, у которых есть название, я более-менее, я по крайней мере знаю, что там за планеты есть. В том плане, что эти системы были в дальности моих сенсоров. То есть, скажем, если я призумлюсь сюда, я знаю, что здесь есть там 4, нет, 3 планеты, 2 луны и звезда. Здесь, да, здесь я тоже не был, получается. Потому что если бы я здесь был, то я бы знал, что там за конкретные планеты. Как вот здесь у планет были бы названия. Почему-то нельзя так вот прям определить, был ли я в этой системе конкретно или нет по карте. Потому что, опять же, здесь я был, здесь я не был. Ничем оно не отличается уровень разведки. Ну, низкий, если наводить. Но это нужно наводить на все. Если бы был какой-нибудь индикатор, это было бы немножко более удобно. Ну да ладно. Вроде бы я отправил во все места, где у меня уровень разведки. А, хотя нет, вот сюда вот я еще не отправлял. Да, во все места, в которые я могу отправиться, в которых у меня уровень разведки низкий. Этот корабль все разведает. Я буду, по крайней мере, знать, что там за планеты. Строительный корабль. Ближайший, там, 4 месяца ничего не делает, потому что я каплю ресурсы. Планета, в принципе, тоже ближайшие. Столько же примерно месяцев ничего не делает, потому что здесь я, опять же, ничего без ресурсов сделать не могу. Я могу пытаться расчистить одну из клеток. Но это мне не сильно поможет. Что у меня с исследованиями? Исследования все идут постепенно. Так что, по сути, мне сейчас делать абсолютно нечего. Я просто жду, пока у меня все закончится. Ну, опять же, научные корабли исследуют системы где-то. Корабли. Еще один новый вид врагов. Ну, нейтралов, скорее всего. О, да, это... О, стоп. Не, это добывающие дроны, да, я знаю таких. И они сейчас летят со мной сражаться. Успею ли я свалить? Успею. Нет. Да, успел. Или... Или все-таки нет. Не ясно. Огромные рваные тени движутся по поверхности планеты... Йоудун-7. Их отбрасывают не облака, а листы из органического материала, плывущие в верхних своих атмосфер и имеющие шарнирные, или, точнее, коленчатое соединение для обеспечения некоторой подвижности. Ведущий ученый пока не может ответить, имеем ли мы дело с флорой или фауной, и какое предназначение, если оно есть, может выполнить такая замысловатая система создания теней. Я... Я ничего из этого не получил, но планета, на которой была эта аномалия, после ее завершения получила плюс шесть социальных исследований, социологических. Так, нет, все-таки они успели до меня дойти, теперь мне нужно еще 10 дней. По-моему, эта кроветка не проживет 10 дней. Чтобы свалить. Или все-таки проживет. Но, может быть, я его все равно потеряю. Ладно. В общем, теперь эта планета, теперь на ней шесть единичек социологических исследований, так что если я здесь построю научную станцию, то это мне даст плюс шесть к моему ресерчу. Но пока что я не буду этого делать. И я пойду лучше изучать следующую систему этим научным кораблем. Изучаю я системы в основном для того, чтобы, во-первых, узнать... Ну, те, что в моих границах, я изучаю для того, чтобы узнать. Так что, наверное, вот тут стоит. Чтобы знать, что там за ресурсы, потому что я могу их там использовать. А те, что вне моих границ, я изучаю в основном для того, чтобы узнать... Узнать, что там вообще за планеты, что там за ресурсы, как бы... Куда мне потом границы мои расширять в этом плане. Неудачно, конечно, что все так близко к моим выходам из... Гиперпространства, из червоточины, наверное. Учитывая, что у меня двигатель такого типа. Скорее всего, я потерял этот один корабль. Да, мне бы, наверное, написали, что он... Да-да-да, я его точно потерял. Потому что, если бы я его не потерял, бывает, что он, как бы, затерялся в гиперпространстве где-то. И через какое-то время вернется. Тогда бы он здесь был, но я не мог бы, как бы, там, знак вопроса бы стоял вместо него. А так его именно уничтожило тем, что он экстренный маневр применил. Это ему не свой урон. И он от этого кончился. Ну ладно, как только я накоплю, сколько там, 90 надо, да, 90 ресурсов. Я построю здесь еще одну добывающую станцию. Очередные пришельцы. Кто это? Это снова добывающие дроны, те же самые. Почему они отдельно? Или они не отдельно? Ладно, пока что изучать этих. За мебами я наблюдать не буду, и за кристаллическими сущностями я пока что тоже наблюдать не буду. 15 месяцев, 14 месяцев. Ладно. В принципе, я пока что могу заранее отправить корабль к этой планете, чтобы ему потом не нужно было лететь, когда у меня будут ресурсы. Ну, к этой луне. Еще встретился с Войда облака. Это еще один тип врагов. Нитравов. Ученый повысил, получил уровень. Теперь у него второй уровень, но в целом у него ничего не изменилось. Никаких новых свойств у него не появилось и все тому подобное. Так, а как только месяц закончится, я смогу заказать станцию по добыче ресурсов. И потом, наверное, следующую я закажу станцию здесь, добывающую, чтобы получать немножко энергии еще с этого. Хотя нет, на самом деле выгоднее будет построить электростанцию тут. Потому что здесь станция даст мне одну единичку энергии за 90 минералов. Потому что она, как бы, она две добывает, но одну из них она сразу же потребляет на свое собственное существование. А здесь за 60 минералов я получу 3 единички энергии. И оно именно 3, то есть оно не тратит энергию. Так что, в принципе, энергию поначалу лучше добывать на своей планете. Минералы в какой-то мере тоже, потому что если я здесь построю, допустим, добывающее предприятие, оно даст мне 2 единички, и оно, в принципе, стоит, опять же, дешевле, чем добывающая станция на арбите планет. Но тут у меня ограничено место, и у меня ограничена скорость строительства, скажем так. То есть пока у меня что-нибудь одно строится, я не могу что-нибудь еще строить. И плюс к тому же у меня ограничены жители, которые должны работать на этой клетке, чтобы она что-нибудь давала. То есть если я отсюда уберу этот гриб, то я перестану получать эту единичку энергии. И, в принципе, учитывая, что у меня 200 энергии, я вполне могу... Окей, где это? А, понятно. Я не хочу с ними связываться. Я могу, как бы, даже если я пойду в минус по энергии, если я сейчас дострою там станцию, она будет тратить единичку, если я уберу этого рабочего отсюда, она будет еще на единичку, по сути, она не будет тратить единичку, но я буду на единичку меньше получать. Еще там пару добывающих станций. Если у меня, допустим, будет там минус 3, 236, это мне хватит очень надолго, так что, в принципе, энергия мне поначалу не так нужна. Так что, наверное, я просто построю здесь добывающее предприятие сейчас. Ну, сейчас, в смысле, когда я накоплю денег. И перекину туда этого рабочего. Совершенно случайно в процессе исследования мы обнаружили, что планета испускает неизвестный сигнал. Источником оказался небольшой объект на орбите, а никакого послания сигнала не содержит. Может ли это быть аварийный ретранслятор? Изучай. 12% шанс неудачи. Это адекватно. И этот научный корабль теперь ничего не делает. Он пусть исследует эту систему. Да, там эти киты космические летают. Ход исследований. Это, по-моему, не тратит. Да, это не тратит очки исследования. Это просто он там находится и исследует все. Это тратит время ученого. Хватили, я выполнил задание. Теперь у меня добывающая станция здесь тоже есть. А также корабль... Строительный корабль, он может строить что еще? Это не корабль выделил. Секунду. Проект закончился, так что у меня сейчас вытас... Да. Древние добывающие дроны. Были проанализированы сообщения о дронах, встреченных в глубоком космосе в некоторых системах. Похоже, они заняты эксплуатацией и охраной автономной орбитальной добывающей станции, основанной несколько тысячелетий тому назад, и вскоре покинуты всеми, кроме самих этих дронов, если судить по состоянию технологического оборудования. Дроны обладают мощными добывающими лазерами и совершают явно угрожающие, а то и открыто враждебные маневры, когда к ним приближаются корабли наркоманов. Возможно, это всего лишь старые дроны, но все-таки за ними нужно пристально следить, чем наркоманство и займется. Я могу установить станцию слежения, это даст мне особый проект наблюдения за ними, и после этого этот проект, я его знаю, он мне подсветит на карте штук 5-10 планет, как бы на них появятся ресурсы дополнительные. Где-то рандомно на карте галактики. Это мне не кажется особенно хорошей идеей, так что я лучше разберу их на части. Возможно, это более полезно. Но для этого мне нужно будет их убивать, естественно. У меня появился новый проект. Анализ добывающего дрона нужно отключить и попробовать провести инженерный анализ добывающего дрона. По сути, нужно его убить одного, наверное. В общем, о чем я начал говорить. Строительный корабль, он может строить научные станции, которые добавляют мне науку, когда они находятся на планете, которая может давать науку. Он может строить добывающие станции, он может строить станции наблюдения за примитивными цивилизациями. То есть, если я нахожу какую-нибудь планету, где живут какие-нибудь там ну, люди, не люди, в общем, существа, которые еще не вышли в космос, но которые как бы являются цивилизацией, я могу построить станцию наблюдения и получать социологические исследования тоже. И потом там можно всякую фигню с ними еще делать. И он может строить пограничный форпост, который расширяет мои границы. На это тратится 200 единиц влияния. И это довольно важная вещь. Но пока что я не могу его построить, естественно, потому что мне ни влияния не хватает, ни денег. Но это нужно... Это не единственный способ расширять границы, но это один из самых часто используемых, скажем так. Ладно. Мумифицированный пилот. Эта аномалия закончилась. Является объектом наших исследований. Недавно на орбите верхних своих атмосфер были обнаружены мумифицированные останки существа, принадлежавшего к ранее неизвестной расе великопитающих. Судя по комбинезону со шлемом, возможно, это пилот-истребители, катапультировавшийся в бою и брошенный на произвол судьбы. Изучение останков оказалось весьма познавательным. Это даст мне тоже целую кучу социологических исследований в запас, то есть у меня сейчас накоплено 8, теперь у меня накоплено 68. И они тратятся, опять же, с той же скоростью, что и обычные. То есть 5 за месяц я буду тратить в плюс к тем 5, которые я и так получаю. Я накопил денег, так что я построю здесь... Упс, здесь я сказал. Добывающее предприятие. И когда оно достроится, я перекину этого рабочего туда, чтобы он добывал мне ресурсы. Мне, наверное, нужны еще боевые корабли. Стоп, что вы здесь делаете? А, да, понятно, что вы здесь делаете. У меня пока что нет ничего, что я мог бы сделать с этими боевыми кораблями, в том плане, что у меня нет никаких других вариантов вооружения и брони, и вообще чего бы то ни было. Так что, по сути, единственное, что я могу сейчас делать, это строить... Это строить те же самые корветы. Но поскольку мне когда-нибудь нужно будет разбираться вот этими вот всеми... всеми этими хренями, которые в соседних системах с культистами, с кристальными тварями, с космическими амебами, совсем подряд, с дронами, то мне не помешает больше, по крайней мере, кораблей. Так что, наверное, когда я накоплю 58 денег, точнее, ресурсов, я куплю еще один. Ну, закажу еще один корвет, я его не куплю, я его поставлю на строительство. Но все же. Вот эти вот верхние слоты, это модули космопорта. У меня пока что нет ничего, что я могу сюда добавить, но постепенно я буду открывать эти модули и смогу здесь строить всякую фигню. Это, по сути, как здание на планете, только для космопорта. Они могут какие-нибудь ресурсы давать, но в большинстве своем они дают какие-то бонусы либо кораблям, которые построены в этом космопорте, либо на само строительство, то есть, например, более дешевые корветы для этого космопорта. Либо просто позволяют строить более крутые корабли, то есть... Ну, хотя нет, позволяют это апгрейдить самого космопорта, он не в эти модули идет, он открывает, наоборот, дополнительные модули. Ну, в общем, всякие такие вот разные бонусы есть. Пока что я просто ничего не могу построить. Я почти закончился... Закончилось изучение моих двух технологий, которые у меня быстро закончатся. Научный корабль и еще какую-то систему изучил. Влезти изучай ту. Я не собираюсь посылать научные корабли в те системы, где есть враги, потому что их убьют нафиг. Ну, я могу их посылать в те системы, где никого нет. А еще какие-то существа где-то. Я оттуда уже свалю, что ли? Или... А, там я обнаружил что-то? Возможно, это... Это вряд ли... Нет, возможно, это, кстати, да, другая цивилизация. Учитывая такую вот иконку. Или, может быть, я ошибаюсь. Потому что слева иконка это обычно планетарный иконка. То есть это означает, что там планета есть, которая этим чем-то занята. Я хочу узнать... Исследовать. Тут почти достроено. Я, в принципе, заранее его перекину. А это его перекину сюда. Чтобы когда он появится, он сразу давал энергию. Ой, у меня есть 92 единички денег. И вот в этой вот системе есть еще одна планета с тремя минералами. Я построю там добывающую станцию. Потому что 3 это больше, чем я сейчас могу получить. Чем я, в принципе, могу получить за... Ну, за один уровень здания. То есть потом я смогу апгрейдить добывающее предприятие. Оно будет давать больше после этого. Но... Это как бы будет дополнительных денег стоить. Так, исследование завершено. Я могу изучить... Модуляцию полем. Что даст мне электростанции второго уровня. Бетарианские электростанции, с которыми я пока что ничего не могу сделать. Им нужен какой-то бетарианский камень или что-то подобное. Особый ресурс, который я пока еще не могу... Обнаруживать в системах. Я могу специализированные военные компьютеры изучить. Это довольно полезная штука. Потому что это модуль, который ставится в отдельный слот. Если я открою конструктор судов, он вот сюда вот ставится. И он дает какие-то дополнительные бонусы. По сути, очень дешево. Но 480 это многовато. Я его долго буду изучать. И сеть солнечных панелей. Это как раз для космопорта модуль, который дает плюс 3 энергии этой планете. Я изучу электростанцию второго уровня. Потому что когда-нибудь она мне точно пригодится. И чем раньше... Ну, как бы, чем раньше я получу возможность их строить, тем лучше. Поначалу я их строить не буду, но все же... Мне... А, да, я забыл сказать фрегат, но... Точнее, корвет, но пофиг. Сейчас закончится еще одно исследование. Флот может вернуться сюда, наверное. Стоп, это... Интересно, что это. Ну, ладно. Добывающее предприятие второе доделалось. Я могу сделать переработку полезных ископаемых, активные экзоскелеты или космопорты улучшенные. Космопорт улучшенный позволит мне строить корвет... Не корветы, а... Да, он, по сути, все еще мне позволит только строить корветы. Для эсминцев нужен космопорт третьего уровня, по-моему. Но он позволит мне построить сборочную верфь корветов. Как раз модуль, который делает корветы дешевле и быстрее в производстве. Экзоскелеты, это урон армии и прибавка к добыче минералов. И переработка полезных ископаемых, это вместимость хранения минералов. Потому что все эти ресурсы, у меня есть ограниченный их запас, как бы. То есть я могу накопить 6000 ресурсов, после этого они перестанут накапливаться. Энергия тоже самая. О, 2500. Это, во-первых, увеличит на 1000 вместимость. Во-вторых, я смогу построить бункер, который еще на 1500 повышает вместимость. То есть, в-третьих, я смогу построить фабрику по переработке полезных ископаемых. Что очень полезно, это здание, которое стоит довольно много. Оно стоит 150 минералов и 25 влияния. Оно уникальное для планеты. То есть на каждой планете я могу всего одну такую фабрику построить. И оно производит всего лишь 2 единицы минералов, как и самое базовое добывающее предприятие. Но оно дает планетарный модификатор плюс 10%. То есть вся эта планета будет давать мне на 10% больше минералов. Так что это того стоит. Тут достроилось добывающее предприятие. У меня уже 15 минералов за месяц. Я постоянно хочу сказать заход. Нет, это не пошаговая игра. И теперь я могу улучшать свои добывающие предприятия. Это будет стоить еще 90 денег и кучу времени. Но это даст им еще одну единичку добычи. Пока что построить еще одно предприятие выгоднее, чем улучшить. Но, опять же, у меня место ограничено. Ну и сейчас выгоднее всего строить... А, он заряжается. Выгоднее всего строить на таких вот планетах с тремя ресурсами добывающие станции. Потому что это 3 единицы ресурсов за 90. А добывающее предприятие даже первого уровня это 2 единицы ресурсов за 60, правда, но все же. А второго уровня это, получается, 3 единицы ресурсов за 150, что довольно дорого. Ладно, космопорт, строй, еще один корвет. Флот на орбите. По-моему... Нет, не по-моему, окей. Или все-таки... Стоп. Да, на орбите... Когда флот стоит на орбите с космопортом, по крайней мере, он немножко меньше денег тратит на содержание. То есть сейчас 0,64. Сейчас 0,85. И тут то же самое. Еще одна система изучена. Так, это не та кнопка, которой карта открывается. Ну, в моих границах больше ничего нет безопасного, так что лети туда, изучай. Я могу через shift задать ему... А, это добывающее, да. Я могу через shift ему задать там лететь изучать ту систему, потом лететь изучать ту систему и так далее. То есть он изучит эту, потом полетит изучать ту, потом полетит изучать ту, но мне... Да, это действительно другая империя. Мне кажется, удобнее просто руками их каждый раз перенаправлять. Мы успешно справились с переводом своих сообщений на их язык и обратно. Теперь какая-то там... Китиновая коалиция. Можно вводить с нами контакт. Дипломатические каналы открыты. Все враждебные действия прекращены. Отлично. Моя империя такая-то, основанная на принципах мирного существования и уважения личных прав и свобод. Премьер-министр такой-то, глава нашего правительства, требует, чтобы вы оставили нас в покое и летели дальше по своим целонамеренным инопланетным делам. Я не могу ему даже никак ответить так, что... Как бы... Типа вы мудаки, идите нафиг. Это... Мои варианты ответов зависят от того, какие у меня принципы. Пофиг. Известие о том, что мы впервые столкнулись с разумной инопланетной жизнью, вызвало у населения смешанные чувства. Мы давно это подозревали, а теперь окончательно убедились, мы не одиноки во вселенной. Каждая новая раса — это одновременно и новые возможности, и угроза. Следует проявлять осторожность. Что касается этих конкретных инопланетян, то они находятся примерно на одном с нами уровне технологического развития. То есть мы начали освоение космоса почти одновременно. То есть я нашел какую-то цивилизацию, которая просто начала там без какого-либо улучшенного старта. Тут есть еще один вариант — это падшая империя или что-то подобное. Угадшая империя, по-моему, она в русской версии называется. Это отдельная тема. Я с ними когда-нибудь, наверное, встречусь. Но теперь у меня есть экран контактов. Я могу посмотреть на их отношения ко мне. Минус 79 — это нехорошо. У них ксенофобия, да? Видимо, да. И у меня... Нет, все-таки влияет, что мои грибы отвратительно. Минус 15. Я могу посмотреть их... Во-первых, их сравнительную мощь — это их мощь флотилий, их вместимость флотилий, их уровень технологий. То есть если здесь... Если у них там более мощные корабли, но их меньше, допустим, то будет там мощь флотилий выше, вместимость флотилий меньше. Но вместимость — это их максимальная, по-моему. То есть у меня 4 из 13, у них тоже примерно такая же. И уровень технологий, соответственно, у них тоже примерно равный. У них есть одна колония, у них есть 8 жителей, 8 единиц населения. У меня сколько? Ну, я не хочу свое открывать. Я могу, наверное, здесь, да. У меня 9. У них ксенофобия и фанатичный пацифизм. Интересное сочетание. Неприязнь отношения к нам. И я могу посмотреть. У них либеральная демократия. Я могу посмотреть их тип искусственного интеллекта, скажем так. Так, изоляционисты-ксенофобы не хотят иметь почти ничего общего с остальными обитателями галактики и предпочитают оставаться в своих границах и заключать с чуваками как можно меньше сделок. То есть это их модель поведения, скажем так. Там их есть куча разных, но, по сути, если я смотрю на эту вот строчку, я могу примерно представить, как эти чуваки будут себя вести. Если бы тут были какие-нибудь там, не знаю, воинствующие ксенофобы, то я могу так предположить сразу, что, возможно, они на меня нападут достаточно быстро. Надо готовиться к войне. Эти не хотят иметь со мной дело просто. То есть торговать с ними вряд ли выйдет. Дипломатию с ними всякую делать тоже вряд ли выйдет. Так что просто проще всего оставить их и игнорировать. Ну, окей. Теперь я вижу границы их империи. Я не могу сквозь нее летать. Ну, я могу, естественно, облететь их каким-то образом. Я могу сквозь нее летать в том плане, что если моя дальность перехода будет дальше, чем их планета, то есть я смогу из этой планеты в эту сразу пролететь. Я не могу останавливаться в их системах, как бы. По-моему, так. Ну, ладно, это все не критично. Да, я построю еще один корвет, как только у меня накопится достаточно денег, что не в этом месяце произойдет. Ладно, тогда я пока что могу закрыть это все. Что тут у меня еще происходит? Я могу, в принципе, построить... Да, я могу накопить и построить пограничный форпост, чтобы расширить свои границы. Проблема в том, что я не знаю, куда мне их расширять, потому что у меня не исследованы никакие планеты поблизости. То есть если бы я знал, что там, допустим, вот здесь, вот в этой системе есть там что-нибудь интересное, типа там планеты, на которой плюс пять минералов или что-то подобное, такое очень редко встречается, то я мог бы сразу туда ширить границу. А так, я не знаю. У меня есть тропический мир там. У меня есть тропический мир там. Здесь океанический мир. Я пока что смотрю, куда я, может быть, потом захочу колонизироваться. Идеальный мир. Идеальный мир, это интересно, но там кристальные твари. Насколько много там кристальных тварей? Наверное, мне в любом случае понадобится пара фрегатов дополнительных. Точнее, корветов. Я привык самые мелкие корабли называть фрегатами. Но нет, здесь фрегат это чуть более крупный корабль, который я вообще не могу никак строить, но могу получить в качестве награды за ивент. Строительный корабль класса Индус. Идеально. Ну окей. Индус так Индус. Это рандомное название. Ну, оно не рандомное, оно из какого-то там списка определенного. Так, обнаружена цивилизация. Темлар. Мы обнаружили на планете, такая-то планета, неизвестную примитивную цивилизацию. По всем признакам, она переживает некий аналог периода Возрождения, оставив позади Средневековья. Стремительно распространяются научные знания, армии и многочисленные государства, вооруженные простейшим огнестрельным оружием с использованием пороха. Нам следует построить на этой планете станцию наблюдения и изучить ее более пристально. Проблема в чем есть одна маленькая? В том, что я не могу быстро узнать, где эти примитивные цивилизации есть. Я точнее могу, по-моему, воспользоваться... Нет, это не то, что я хотел сделать. Я могу воспользоваться поиском, по-моему, если я... Да, если я наберу цив, то оно покажет мне системы, где есть какие-то цивилизации или... Почему оно это показывает? Возможно, мародер каким-то образом считается, но ладно, неважно. То есть вот эта планета... Там есть цивилизация. То есть там вот какие-то эти чуваки... Я могу построить здесь научную стан... Не научную, а станцию наблюдения, и эта планета тогда мне будет приносить немножко... Немножко науки. Социальной науки. Кстати, я могу, наверное, построить... Не станцию наблюдения, а... Станцию... Социологическую вот здесь, чтобы получать 6. 6 это очень приличный бонус. Так что, наверное, я сейчас... Не знаю даже. Наверное, я все-таки хочу еще один фрегат... Корвет заказать перед этим. Я бы хотел заказать фрегат перед этим, но... А, да, надо снять паузу. Но фрегаты я пока что строить не могу. Точнее, фрегаты я в принципе строить не могу. Увы. Месяц, скончайся уже. Окей, система изучена. Научная планета с двойкой. Интересно. У меня теперь флот из пяти корветов. Такие у меня интересные по дизайну корветы. Еще одна система изучена. Два, три. Ну ладно, ничего особенно интересного. Научный корабль. Лети и изучай эту систему. Лидер. Получил. Так, ученый. А, это ученый, который... Да. Получил уровень еще один. Но ничего при этом не получил. Это все можно закрыть уже, наверное. И сейчас, когда у меня достроится еще один корвет. Я полечу, посмотрю, что с этой системой происходит. Потому что идеальный мир это... Собственно, идеальный мир. Это мир, который лучше всего подходит для колонизации. Он... Если я полечу на тропический мир, как бы мой родной мир тропический. Но мой родной мир, он на самом деле не тропический, а он родной. У него от этого бонусы есть какие-то. Но любые другие тропические миры, они для меня будут всего лишь 80% иметь приспособленность. А идеальные это 100%, который также подходит, как мой родной мир. И тогда я смогу, может быть, основать здесь колонию когда-нибудь и посмотреть, что там вообще происходит. Но для этого мне нужно изучить систему. А для того, чтобы изучить систему, мне нужно из нее прогнать все, что пытается меня убить в этой системе. Ну, прогнать, в смысле. Убить это все первым. Так, что здесь? 105, 105, 105. И это... Кристаллы. Они просто пассивно висят вдалеке друг от друга и от меня. Так что я могу, наверное, к ним просто подлетать и поубивать их поодиночке. То есть они не будут остальные прилетать, когда я на одну из групп не нападу. Ну и мне, естественно, должно хватить моих... Моих корветов на то, чтобы победить. Потому что у них 105 мощь, у меня 151 мощь. И у меня ракеты, которые должны достаточно хорошо против них работать. Как и против всего, в принципе. Что я здесь могу построить? Ничего хорошего. А, я могу улучшить добывающее предприятие. Но, опять же, лучше тогда уж построить... А, да. Он летит просто туда. Лучше тогда уж построить его на какой-нибудь планете. Но я научную станцию для начала построю. Потому что эта научная станция, она больше, чем удвоит мою прибавку... Прибавку исследований. Потому что у меня сейчас 5, у меня останет 11. Ну и можно посмотреть на перестрелки. Противоракет никаких у них нет, естественно. У них есть регенерация небольшая. Но я, скорее всего, потеряю там один корвет или парочку, может быть. Но я должен победить. Да, вот одного из них я уже уничтожил. К сожалению, боевки никакой нет в том плане, что управлять своими кораблями я не могу и заставить их там стрелять по кому-нибудь конкретному. Надо было нанять адмирала, конечно. Но, с другой стороны, я не был на 100% уверен, что мои победят. Так мои, может быть, даже без потерь победят. Учитывая, что у них остался всего лишь один их... Ну, у них остался самый крупный их корабль. Но все же. Да, он не успел никого из моих убить. Я теперь могу отправиться на ремонт. Я могу, в принципе, нанять и назначить адмирала. Дальность действия сенсора, маневренность. Маневренность, субсветовая скорость и скорость. Я думаю, я возьму того, который дает мне больше маневренности. Соответственно, по мне будут чаще промахиваться. Теперь у меня есть адмирал. Я потерял немножко влияния на то, чтобы его нанять. Но теперь у этого флота есть бонус с 15% к маневренности. А тут остались обломки, которые можно изучить. И они остались не навсегда. Они исчезнут через... Ну, через несколько... Через там 5 лет, получается, или сколько там примерно. Так что не скоро. Пока что можно особенно не спешить. И, в принципе... Я построю еще один. Наверное, коровец все же. Строительный корабль закончил свои грязные дела. И его я могу отправить... Куда? Интересно. Сюда, чтобы улучшить физические исследования еще. Наверное, да. Когда у меня там закончатся мои... Да, 4 месяца осталось. Колониальные корабли. Я не планирую прямо сейчас строить колониальные корабли. Но я бы хотел поменять... Исследования. То есть что-нибудь другое начать. Здесь все-таки исследовать что-нибудь более полезное. Ну, нет. Колониальные корабли это вполне полезная вещь. Но все же. Там осталось 2 флота по 105. Ну, сейчас эти чуваки отремонтируются. И новый появится примерно одновременно. Так что у меня будет еще больше мощи. И остальные 2 флота будут убить еще проще. И у меня теперь немножко... Отрицательный баланс. То есть я теперь теряю немножко больше денег, чем получаю. На самом деле минус 0, но там минус 0, 0, 6. Но, как я уже сказал, это абсолютно не важно. Потому что... Даже если здесь будет там минус 5, я смогу пару лет на этом прожить. Ну, не пару лет, конечно, но все-таки. Окей, летите. Зачищайте эту систему дальше. А я пока что... Даже не знаю, что сделаю с этой планетой. Наверное, стоит заказать здесь еще один... Не, наверное, стоит все-таки заказать здесь электростанцию. Все-таки если у меня в плюсе мои ресурсы, то это немножко лучше будет работать. Правильно? Строительный корабль долетел, но ничего не делает. Пусть переметит сюда. Физические исследования тоже важны. И у меня на планете тоже есть клетка с физическими и клетка с инженерными. Точнее, у меня по одному каждого вида есть. Так что я смогу там что-нибудь тоже сделать. Я полечу туда вот так. Ну да ладно. Аномалия планеты является объектом нашего изучения. При картографировании поверхность ним мы обнаружили странный горный массив в южном полушарии. Не похоже, чтобы он имел естественное происхождение. Я заменю, пожалуй. Но если я так заменю ученого, то это будет не очень хорошо, потому что он, по-моему, именно... Оно мне предлагает этого ученого отправить туда. Вместо этого я сделаю вот что. Я поменяю... Я поставлю на паузу все, во-первых. Во-вторых, я поменяю этого ученого на... Где он? На этого ученого. Сюда я поставлю того. Это возможно... Точнее, нет. Да, это ничего не поменяло в этом плане. То есть их все приказы остались. Теперь ты изучай. Ага. Исследование завершено. Когда оно мне успело указать, что исследование завершено? Я не заметил. Ну ладно. Доизучались мои колониальные корабли. Колонистые. И я могу... Что-нибудь еще изучить. Я могу изучить галактические амбиции, что повысит мой пограничный радиус. То есть это расширит мои границы на 20%, что довольно полезно. То есть вот эта вот планета попадет в мои границы. Точнее, система. Возможно, эта система попадет. Возможно, эта система попадет. То есть я смогу строить всякую фигню в большем количестве систем. Также у меня откроются разведданные, исследовательские данные. Я смогу... Да. Смотреть исследовательские данные о планетах в границах других империй. Дальше. Генетическое картирование. Продолжительность жизни лидера плюс 10 лет и плюс 10% пищи глобально. Тоже интересно. И ежемесячное влияние плюс 1. И пропагандистское вещание указ. Это очень полезно, потому что влияние это такая вещь, которую довольно сложно получать. Так что я, пожалуй, с этого начну. Ну, начну. Это... Это неправильный термин, потому что другие две мне сразу же, скорее всего, не будут предлагать. Мой строитель долетел. Дополнительные электростанции еще строятся. Битва. Ну, я уже знаю, что мои выиграют, скорее всего, без потерь. Может, в этот раз мне повезет меньше, и они будут как-то более фокусироваться. И убьют меня один корвет, конечно. Но я сразу после этого полечу ко второй группе. Там я, скорее всего, с потерями выиграю, но все равно, скорее всего, выиграю. Потому что у меня сейчас больше кораблей, у меня больше маневренности, так что... Я не хочу просто туда-сюда летать постоянно, это слишком много времени займет. Да, один корвет я потерял. И летим сражаться с этим. То, что мы ранее считали горными хребтами в южном полушарии планеты Херак-3. Да, отличное название. Оказалось колоссальным скелетом одного единственного существа неизвестного происхождения. Возраст костей оценивается в 3,4 миллиарда лет, но наши ученые утверждают, что на память не могла зародиться такая форма жизни. Ведущий ученый проведет специальное исследование, чтобы попытаться разгадать эту загадку. Создает проект изучить гигантский скелет. Это именно проект? Да, это именно проект социальный. Ну, поехали. А, не-не, это не то. Это... А, это не... Это проект, но он считается как бы аномалией, по сути. То есть мне нужно туда научный корабль пригнать и все там подобное. Также мне надо какой-нибудь научный корабль. Наверное, другой, потому что он быстрее освободится. Мне надо его теперь пригнать в эту систему. И изучить обломки. И изучить планеты. Потому что я все же хотел бы... На этой... На этом идеальном мире основать какую-нибудь колонию когда-нибудь. Скорее всего. Ну, мои опять же выиграют. Может быть, я еще один коровят потеряю, но мне не настолько жалко. Ладно, пока что строительный корабль пусть строит лабораторию. А на поверхности я... Расчищу вот эту вот клетку, чтобы... Ну, у меня нет денег на это. Пока что. Но я потом расчищу эту клетку, чтобы здесь построить инженерную лабораторию. И получать инженерные исследования отсюда. Точнее, получать все исследования. Потому что здесь я... Сначала мне нужно будет построить просто лабораторию. Которая дает поединички всего. И потом я уже смогу построить инженерную лабораторию, которая дает поединички всего. Плюс еще единичку инженерных исследований. Возможно, мне надо было немножко раньше начать строить всякие лаборатории, но... Я не уверен, что является более хорошим вариантом в плане того, чтобы... Ну, что является оптимальным вариантом, скажем так. Но так вполне можно. И да, я в прошлом видео, по-моему, это не сказал. В этом видео я еще не сказал. Я не какой-то проф в Стиварисе. Я не факт, что особенно хорошо играю. Я знаю примерно, как игра работает и что делать, как играть. Но это не значит, что я там выиграю эту партию и все там подобное. И что мои вот эти вот все методы развития оптимальны. Ну да ладно. Исследования показали, что на одном из малых спутников этого газового гиганта есть полезное ископаемое. Необходимо детально изучить его и установить возможность для наладки их добычу вперед. Тем временем... А, нет, это как раз этот научный корабль. А этот научный корабль сейчас доисследует две планеты и полетит... в ту систему. Отлично. Два и два. Тут я еще не был. Там я везде не был, но там везде всякая враждебная хрень. Что не идеально. Здесь вот помещается, что в этой планете есть... В этой системе есть какие-то обломки, которые я могу изучить. Также аномалии помещаются на карте. И все тому подобное. Тропический, океанический мир. Я на тропическом, правильно? Да, тропический мир 80% у меня. Тропический, тундровый, тундровый, арктический. В общем, там мне ничего не нужно. В этой системе я, может быть, конечно, мог бы поселиться когда-нибудь. Ну, вряд ли. Ну, то есть, мог бы, если я прогоню оттуда другую империю. Что может быть хорошим вариантом. Более детальное сканирование одного из множества естественных спутников газового гиганта привело к неожиданному открытию. Мы обнаружили богатые залежи драгоценных металлов и минералов, не выявленные ранее. Хотя сам спутник совсем небольшой, и он обладает стабильной орбитой и тектонически устойчив. Это даст мне... Даст этому спутнику 3... То есть, этой планете, которая там была. Она теперь будет давать мне... 3 единички энергии. Ну, не мне, а тому, кто построил добывающую станцию. А до этого исследования она ничего не давала. Особый проект завершен какой-то. Войд облака. Это облако, говорится, в полном... Благовение докладя, составленном на основе нескольких источников. Облако из светящегося звездного вещества, пульсирующее во тьме. Далее в докладе это явление довольно поэтично именуется Войд облаком. Дракомансов в лице своего духовенства считает очевидным, что эти облака вестники, оживленные некой высшей волей. Вопрос, кому или чему эта воля принадлежит, остается предметом ожесточенных споров, и, вероятно, в обозримом будущем ничего не изменится. Пока истинная природа Войд облака не определена, возможно, будет разумным относиться с некоторой осторожностью к той огромной мощи, которая очевидна при наблюдении за его бурлением. Ну, текст такой, потому что у меня спиритуализм. Я буду их изучать. Я мог бы их убивать. В принципе, я в любом случае буду их убивать в какой-то момент, так что, может быть, их убить. Я пытаюсь вспомнить, потому что в другой своей игре я изучал их, по-моему. Но я не помню, что мне это дало. Вообще нет, я, пожалуй, их буду убивать, потому что я не хочу занимать слишком много всего этими вот ресерчами, всякими дополнительными. Безработица. У меня есть клетка, в которой жители есть, но клетка ничего не дает. Я ее перемещу вот туда, как только там расчистится все. Но пока что я ничего не могу с этим сделать. Я могу, конечно, построить здесь что-нибудь. Но лучше я сразу лабораторию там построю. Но в любом случае у меня сейчас нет денег, чтобы строить здесь что-нибудь. Корабль долетел. Изучать обломки там. Изучать обломки там. Изучать обломки там. И потом изучать систему. Я мог бы, конечно, сначала там попутно изучать систему, еще что-нибудь подобное делать. Но так, мне кажется, немножко удобнее. Окей. Построить. Научный блок стоит 60. То есть, как только новый месяц начнется, я смогу его сказать. И он дает по единичке всего. Соответственно, будет единичка физики, единичка социологических исследований, две единички этих инженерных. И потом я смогу апгрейдить этот научный блок до всяких там инженерных лабораторий, физических лабораторий и так далее. Этот чувак изучил систему. Лети, исследуй тот проект. Построить базовый научный блок. Я, наверное, теперь дождусь, пока у меня исследуются все вот эти вот три обломка, и на этом закончу видео. Пока что я отправлю... в эту систему свой боевой флот. Наверное, да. Там вроде было немного этих добывающих тронов. Потому что с ними я тоже хочу немножко разобраться. Также мне нужно расчистить что-нибудь. Наверное, вот это вот стоило бы пораньше расчистить, чтобы построить там ферму и получать еще больше еды. Соответственно, быстрее прирост населения. С другой стороны, у меня все еще есть какой-то прирост населения. То есть у меня больше пищи, чем мне нужно. Причем заметно больше. Так что, хоть и медленно относительно приростает население, оно будет быстрее приростать, если у меня будет ферма, но в целом вполне достойно, по-моему. Как бы я просто немножко дольше буду это все делать. Ладно, ты лети туда пока что. Оу, нет, я... А, это воид облака вообще. Это не тот флот, который... про который я думал. А, здесь, да. Летите лучше сюда, чуваки. Своид облаком я пока что воевать не хочу, потому что оно довольно сильное в сравнении с моими кораблями. Когда я изучу обломки, мне это даст немножко очков исследования, и это мне, возможно, начнет открывать новые технологии. Ну, и сейчас мы это увидим, когда он закончит исследование этого обломка. Ну, быстрее. О, какая у него очередь... очередь действий. Да, здесь все немножко проще. Станция, по-моему, она... По-моему, она даже не стреляет... Нет, она, наверное, стреляет, потому что 41 у нее есть все-таки боевая мощь. Да, вот обломки изучены. Я получил 15 очков физики, 5 очков общества, и я получил прогресс до технологии конденсатора из синих кристаллов и регенерирующая обшивка. То есть теперь, когда я в следующий раз буду выбирать технологию из физических, например... О, это не то, что я хотел сделать. Да ладно. Тут появляются вот эти вот конденсаторы из синих кристаллов, которые я могу продолжать исследовать. Они тут есть, независимо от всего остального. Ладно, продолжай делать это, и... продолжай делать это. То есть обломки изучать полезно не только потому, что я получаю очки исследований сами, но и потому, что я получаю прогресс к другим технологиям, и если я буду дальше изучать обломки, некоторые из них будут давать прогресс к тем же самым технологиям, и я могу, по сути, изучить технологию, никогда ни разу не активировав ее в журнале исследований. То есть вот здесь. Просто потому, что у меня там с обломков накопилось 100%. Я потерял пару кораблей, кстати. Нехорошо. Ладно, станцию, я думаю, я без проблем убью. Демонтаж добывающих дронов. Добывающие дроны были уничтожены в жарком бою, в который с ними вступили корабли и расы наркомания. К счастью, энергетические элементы являются самой прочной деталью их конструкции, и кое-что нашим кораблям удалось забрать. Технология создания этих элементов на данный момент выше нашего понимания, но предварительные испытания показывают, что мы вполне можем преобразовать их мощность в энергокредиты. Когда последний энергетический элемент разрядился, инженеры, проводившие испытания, заметили снижение фонового излучения. Судя по всему, дроны не беззвучны. Время от времени они передают сигналы на необычных частотах. С тех пор, как мы впервые обнаружили, или даже, возможно, как их впервые ввели в эксплуатацию, маловероятно, что кто-то еще продолжает принимать эти сигналы. Так или иначе, дроны могут оказаться мощными, но ограниченным источником энергии, если мы сможем найти их и достаточно эффективно вывести из строя. Дает доступ к глобальному указу трофейная энергия и завершает цепочку событий. То есть теперь... Мне не нужно ничего исследовать для этого, он здесь не появился. Мне как бы все еще нужно исследовать их обломки, чтобы получить какие-то очки исследования и прочее. Но теперь у меня есть глобальный указ трофейная энергия. Он будет тратить 0,8 влияния за месяц, пока он активен, но будет давать за каждую уничтоженную флотилию этих вот древних добывающих дронов по 50 энергии чисто сразу. Я не уверен, влияет ли это на... на их станцию. Сейчас узнаем. Да, станция по мне даже не стреляет. Странно. Какая же она толстая. У нее еще автоматический ремонт, но он начнется через 9 дней, но это если я перестану ее убивать. Ну да, она в ответ по мне не стреляет вообще, по-моему. Почему у нее тогда 41 мощи? Мне казалось, мощь это именно... Нет, она... Мощь это не дамаг наносимый, потому что... Ну как бы оно не на 100% соответствует. Возможно, это потому, что именно она толстая, но сама не стреляет, так что... Количество хитпоинтов, возможно, в этом мощь учитывается, или еще что-нибудь подобное. Блин, я ее уже несколько месяцев убиваю. Быстрее! Надо еще построить пару кораблей. Какая толстая станция. Да, мне давало 50 денег. Так что, в принципе, я могу включать этот... Эту политику, когда я воюю с дронами, и потом, когда я их убил, выключать ее обратно. Ладно, вы, чуваки, идите лечиться. Ну, я могу это делать, если мне нужны деньги, а если мне нужно влияние, то я могу этого не делать, конечно же. Ну и... Тогда на сегодня на этом все. Я надеюсь, вам понравилось это видео. В следующий раз я продолжу что-нибудь делать. Возможно, я построю колонию здесь, в этом идеальном мире. Где он здесь вообще? Да, вот эта луна. Надо ее сначала изучить. Размер 11, это... Довольно плохо, на самом деле. То есть, может быть, еще и не построю, потому что размер 11, это довольно мелкая планета. Но что поделать. Ладно. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Спасибо за просмотр. С вами был Ваймс. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok